Душа болит, вот сердце кровью обливается, когда смотришь вот на это чудовище, и что для деток нету никаких условий, для деток. Здесь должен быть детский сад, мы хотим слышать детские голоса, понимаете, мы хотим, чтобы здесь оккультурено было, красиво было, дальше школа у нас должна быть, то есть вот это само место, оно предназначено для этого. Там он прихватил 3 метра, теперь еще он прихватил более 30 метров, теперь вот еще, так мы так дойдем до конца, и у нас ни садика, ни школы не будет. Все отчаяние людей в этих словах, выросший за 10 лет микрорайон, задыхается от нехватки социальных объектов. И вот теперь, когда перспектива строительства садика и школы стала реальной, готовы все документы. На святое покушается застройщик. Хорошо известна его фамилия и тактика, действуют нахрапом. На муниципальной земле ставит ограждение и отсыпает стоянку. Но самое удивительное, как орешки щелкают судебные иски, Фемида всегда на его стороне. Стоит только, как говорится, одну лапу занести, а потом и хвост затащит сюда. Нет, я считаю, что не надо его, вот пускай бы он вагончики все эти убрал, а уж забор бы мы, если нам надо было огородить, мы бы сами поставили. Я не верю в то, что у него благие намерения, у него их нету благих намерений. Между тем, в благих намерениях застройщика якобы уверены жители его многоэтажек. Вот этих 20-этажных монстров. Вот цитата из письма, которые сейчас активно рассылают по сети интернет. Они также будут водить своих детей и внуков в детский сад, который появится на расчищенном от помоек пустыре, на огороженной сейчас площадке. Это будет второй детский сад, построенный компанией «Вюнконсервис» для города-курорта Анапа. Первый на 80 мест вы уже видели рядом с домами ЖК Рио. Он будет сдан в конце этого года. Точно будет сдан. О меценатах «Вюнконсервиса» пора слагать легенды, особенно в части детских садов. Как раз под предлогом строительства садика в 2007 году и начался масштабный захват микрорайона. В 2007 году между администрацией города-курорта Анапа и ООО «Вюнконсервис» был заключен договор социального и делового партнерства, где администрации предоставлялся земельный участок площадью 7676 квадратных метров для строительства многоквартирных жилых домов. За счет этого юрлицо должны обязались построить детский сад на земельном участке площадью 4773 квадратных метров. Так где же детский сад на 200 мест? Строить его никто не собирался. В том же 2007 году застройщик идет в администрацию за объединением даже не двух, а сразу четырех участков. Чего мелочиться? Администрация отказывается, потому что законных оснований нет. В «Вюнконсервис» выходит в суд и решением суда администрацию обязывают предоставить в аренду, сформировать по новой и предоставить в аренду полтора гектара земли для строительства многоквартирного жилого дома. В итоге получается в «Вюнконсервис» строят один многоквартирный дом, второй многоквартирный дом. На месте детского сада ведет строительство третьего многоквартирного дома. На сегодняшний день начинает рыть котлован на вот этом участке четвертого многоквартирного дома. Детский сад, якобы детский сад, строится в границах вот здесь. Детский сад на 80 мест. Все разрешения на строительство были получены «Вюнконсервисом» по решению суда. Введены в эксплуатацию тоже по решению суда. Повторимся, поразительное везение в судебных спорах. Не как на стороне господина Очкаса, сама госпожа Удача. И после этого нам рассказывают о детском садике на 80 мест. Вот он, оцените. А заодно детскую площадку. Для четырех высоток по 200 квартир в каждой. Благородство бизнесмена налицо. Сейчас судебные разбирательства набирают обороты. Спускать этот произвол нельзя. Также одновременно администрация подала исковое заявление в Анапский городской суд. Администрация просит суд применить меры по обеспечению иска в виде запрета Ковалям и иными лицами. Осуществлять строительные и отделочные работы на земельном участке с кадастровым номером 2163. То есть там, где должно быть вестись строительство детского сада, где частично занята территория для строительства школы. Также спортивной площадки. Также запретить Ковалю и иным лицам использовать земельный участок, захваченный земельный участок. Запретить управлению Росреестра какие-либо действия о регистрации, отчуждении. Кроме того, материалы по захвату муниципальной земли направлены в правоохранительные и надзорные органы. Продолжение следует...